Это программа «Губерния». Вот главная тема выпуска. Серьезные аварии на региональных трассах. В одной из них столкнулись четыре автомобиля. Один из водителей погиб. Я считаю, что в этом году работали неудовлетворительно. Чем недоволен губернатор и как обстоят дела с уборкой снега? Расскажем в репортаже. В Ивановской области местные жители разоряют городские новогодние елки. Одна из попыток поживиться шариками попала на видео. Срок обсуждения новой схемы маршрутной сети продлен до конца февраля. Жители уже направили почти пять с половиной тысяч предложений. Отцу-одиночке, который воспитывает семерых детей, требуется помощь. Нужны средства на поездку в Москву, где дочки Юлии будут делать операцию на сердце. Неожиданный утренний салют переполошил Ивановцев. Фейерверк устроили в Академии МЧС. Мы покажем, как это было и расскажем, по какому поводу. Здравствуйте. Итак, сейчас об этих и других событиях расскажем подробнее. В новогодние и рождественские праздники в регионе снимут часть ковид-ограничений. Это коснется проведения культурных и спортивных мероприятий. Решение было принято оперативным штабом. Подробнее об этом и ковидной статистике в нашем комментарии. Диагноз ковид поставили еще 193 пациентам. Из них 146 человек с ОРВИ и пневмонией. 46 по контакту с ранее заболевшими и один прибыл из Египта. На стационарном лечении находится почти тысяча человек. Больше половины из них пользуются кислородной поддержкой. И 50 пациентов дышат при помощи ИВЛ. 38 гражданам понадобилась госпитализация. В статистику летальности добавилось еще 13 случаев. Выздоровели от ковид-19 240 человек. Завершили полный курс вакцинации 376 409 граждан. На брифинге отметили, болеть пневмонией стали меньше. Заболеваемость пневмонии по итогам наблюдения недели к неделе снизилась на 8,5%. Так, за недели с 13 по 19 декабря в регионе зарегистрировали 451 пневмонию. Недели ранее 493 случая заболевания. Коснулись и одной из самых актуальных тем – проведения новогодних и рождественских праздников. Оперативный штаб рассмотрел регламент, по которому такие гуляния будут считаться безопасными. Итак, в период празднования Нового года и Рождества в регионе разрешается проведение спектаклей и представлений в залах домов культуры. Ориентироваться они должны на правила работы филармонии, театров и цирка. Будет разрешен доступ детей на спектакли и в кинотеатр без сопровождения взрослых. Также будет разрешено проведение в помещениях учреждений культуры дополнительного образования на открытом воздухе новогодних анимационных программ для групп, включающих не более 15 участников. Кроме того, ивановцы смогут поприсутствовать в качестве зрителей и болельщиков на матчах и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план на 2022 год. Алина Марычева, телекомпания «Барс». Продлили срок внесения корректировок в новую маршрутную схему общественного транспорта. Жители смогут предлагать свои правки до начала марта. Ознакомиться со схемой и внести свои предложения можно, перейдя по QR-коду, который располагается в правом нижнем углу экрана. Напомним, губернатор поставил задачу перед профильным департаментом и разработчиком схемы привлечь жителей для доработки проекта новой маршрутной сети. К сегодняшнему дню поступило почти 5,5 тысяч предложений, которые сейчас обрабатываются. Как отмечает руководство Департамента дорожного хозяйства и транспорта, у некоторых граждан сложилось ошибочное мнение, что новая схема уже утверждена. Однако это не так. По мере поступления предложений и их анализа проект будет корректироваться. Принят решение продлить срок обсуждения до конца февраля следующего года. В воскресенье в Комсомольском районе произошла смертельная авария с четырьмя машинами. Трагедия случилась на трассе Иваново-Ярославль. 40-летний водитель Киа Рио не справился с управлением. Автомобиль вынесла на встречную полосу, где он врезался в Опель, которым управлял 29-летний молодой человек. От столкновения Киа бросила под фуру. Иномарка разлетелась на части, после чего в покореженный автомобиль врезалась Шкода. Детали авто валялись по всей дороге. Водитель Киа от полученных травм скончался до приезда. Скорой медицинской помощи им его пассажирку с отчетной травмой госпитализировали в больницу. В этот же день в Шуйском районе на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород женщина на Киа-Сид тоже не справилась с управлением. Выскочила на встречную полосу и врезалась сразу в два авто – «Фольксваген Тигуан» и «Хавал». Автомобилистку с ушибами отправили в госпиталь. Около половины восьмого вечера в Ивановском районе на Родниковской дороге мужчина без водительских прав на встречке столкнулся с «Хюндай-акцентом». Водители и пассажиры на марке от госпитализации отказались. Яна Ведерникова, телекомпания «Барс». Глава региона встретился с руководителем дорожного департамента и мэром областного центра, чтобы подвести итоги дорожного строительства уходящего года. Обсуждение, однако, затронуло не столько качество дорожного строительства, но содержание дорог. Подробности в сюжете Ирины Афониной. В этом году в областном центре отремонтировали 85 дорог протяженностью более 42 километров, доложил начальник регионального департамента дорожного строительства. Особенность этого года – ремонт дорог частного сектора. В целом у нас больше, чем на 80% улицы города Иваново, они уже в так называемом нормативном состоянии, но еще раз подчеркну, мы все это проверим внимательно весной. Проверят не на глазок, подчеркнул Станислав Воскресенский, привлекут независимых экспертов. Особо обсудили с главой города незавершенный ремонт одной из главных магистралей – улицы Куконковых. Владимир Шарыпов пояснил, в рамках контракта этого года работы завершены. Качество проверят весной. Полосы съезда обустроят будущим летом в рамках отдельного контракта. Тогда же установят элементы безопасности. Что вы планируете сделать, чтобы город привести в порядок? Потому что сейчас не проехать, и люди справедливо жалуются. Мы же об этом с вами говорили. Какая помощь нужна от региона? В течение трех дней идет непрерывный снегопад. Соответственно, сейчас снегопад закончен. Приступили к прометанию и сгребанию снега. До этого просыпали песко-соляной смесью. Что касается вывоза снега, он будет происходить в ночное время. Станислав Воскресенский был настроен сурово. Сделано много, но претензии есть. Но, конечно, я считаю, что в этом году работали неудовлетворительно. Неудовлетворительно почему? Потому что не все, что хотели, сделали. Доделали где-то. Это объективная причина. Вы знаете, по всей стране имел место и рост цен, и сбой поставок. Но, тем не менее, планировать сами ремонты надо гораздо тщательнее. По традиции отметил, общественность надо привлекать к процессу. Сами общественники, присутствовавшие на встрече представители ОНФ, общественной палаты, подтвердили. У людей есть что сказать. К дорожникам еще раз обращаюсь. Увлекайте людей, рассказывайте внятно, не надо в социопатов играть. Люди должны понимать, что делается, когда закончится ремонт. Если в работе сбой не успевают, посоветовал честно рассказывать. Все как есть. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Судебные приставы арестовали автомобиль у жителя Ивановского района, который насмерть сбил женщину. Мужчина должен родственникам погибшей более полумиллиона рублей. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. В результате под колесами автомобиля оказался пешеход. В отношении водителя возбудили уголовное дело. По приговору суда он отправился в места лишения свободы. Родственники погибшей подали на виновника аварии гражданский иск о компенсации морального вреда. Во время отбывания наказания мужчина частично выплачивал долг. Из колонии он освободился условно-досрочно. На момент освобождения его задолженность превышала 500 тысяч рублей. Приставы установили, что у должника в собственности есть автомобиль. Когда сотрудники службы приехали к нему домой, мужчина категорически отказался отдавать машину, вызвал полицию. Однако это ему не помогло. Судебный пристав действовал срога в рамках закона. Данный автомобиль у должника изъят, передан в настоящее время на хранение другой стороне. По истечению установленных законом сроков автомобиль будет передан на оценку и дальнейшую реализацию в целях погашения долга перед взыскателем. Пока у него есть право на обжалование акта, если он с чем-то, конечно же, не согласен. Ну и далее, до момента передачи на реализацию, у должника всегда есть право одуматься и оплатить задолженность иным способом. В Юрьевце в эти выходные отлавливали непутевых любителей рыбалки. Спасатели вышли в очередной профилактический рейд, чтобы напомнить правила безопасности, ведь выходить на лед пока еще опасно. Ледовая обстановка на водоемах остается напряженной, говорят инспекторам. Толщина льда где-то от 4 до 15 сантиметров. По словам специалистов, опасность провалиться все еще сохраняется. Профилактические рейды выходят регулярно, непутевым любителям рыбалки напоминают о том, что о безопасности надо в первую очередь позаботиться им самим. Безопасная для человека толщина льда не менее 7 сантиметров, он должен быть зеленоватого оттенка. Раздается соответствующий материал, памятки и проводятся также устные беседы с любителями подленного рыбы о необходимом соблюдении правил безопасного поведения на льду. Также у нас регулярно проводятся замеры толщины льда в различных местах реки Волгорьского хранилища и притоках. Не так давно в Юрьевце в районе бывшего рыбзавода провалился местный житель. У него получилось зацепиться за лед. Он как бы остался на льду, да, поступило сообщение. Маневренные группы в составе поисково-спасательного отряда и сотрудников ГИМС быстро отреагировали. И, значит, человек был доставлен на борт воздушной подушки Марс-700. У человека, значит, было большое перехлаждение. Опасно-то больше, когда человек перехлаждается. И в ледяной воде больше 5-10 минут человек находиться не может. С начала этого осенне-зимнего периода в области случилось уже 4 происшествия. Двое утонули, троих удалось спасти. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 5 происшествий с гибелью 5 человек и со спасением 1 человека. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям Ивановской области с просьбой не выходить на неокрепший лед водоемов. Погодные качели, которые связаны с тем, что температура окружающего воздуха то повышается, то понижается, не дает окрепнуть льду. За выход или выезд на лед могут ее штрафовать на сумму от 700 до 1000 рублей. Яна Ведерникова, телекомпания «Барс». Отловом бездомных собак в Иванове теперь будет заниматься Немайский день. Подведены итоги открытого конкурса по определению подрядной организации на эти работы. Заказчик – комитет по экологии администрации города Иваново. На участие в открытом конкурсе в электронной форме было подано две заявки – ИП Шарипова и приют «Майский день». Участвуя в конкурсе, они соглашаются на определенные условия. Напомним, кинологи действуют следующим образом. Метод называется ОСВВ, что расшифровывается как отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания. В конкурсе победила заявка ИП Шарипова, так как предприниматель предложил наименьшую цену за работу. ИП впервые заявилась на конкурс в нашем городе. По итогам открытого конкурса, комитет по экологии администрации города Иваново обязан подписать муниципальный контракт с победителем до 30 декабря этого года. Сейчас давайте посмотрим короткую рекламу и вот коротко о том, что вы увидите сразу после нее. В Ивановской области местные жители разоряют городские новогодние елки. Одна из попыток поживиться шариками попала на видео. Отцу-одиночке, который воспитывает семерых детей, требуется помощь. Нужны средства на поездку в Москву, где дочки Юлии будут делать операцию на сердце. Неожиданный утренний салют переполошил Ивановцев. Фейерверк устроили в Академии МЧС. Мы покажем, как это было и расскажем, по какому поводу. Бывший федеральный инспектор по Ивановской области после ухода на пенсию устроился библиотекарем. 20 декабря Валерий Мажухин заступил в должность директора Центральной научной библиотеки региона. Эту информацию в понедельник нам подтвердили в региональном департаменте культуры. Валерий Мажухин занимал пост главного федерального инспектора по Ивановской области около 20 лет. Полтора месяца назад ушел на пенсию. 7 ноября ему исполнилось 65 лет. Валерий Мажухин сменил Владимира Кашаева, который отработал руководителем областной научной библиотеки более 13 лет. Кашаев, по нашим сведениям, останется работать в учреждении в должности главного научного сотрудника. Наградили лучших полицейских и вручили ключи от четырех новых машин с более высокой проходимостью. В понедельник правоохранители отметили день образования отдельного батальона патрульно-постовой службы области подразделению 42 года. Подробнее в репортаже. Сергей Мумчан работает в УМВД 5 лет. Сегодня ему вручают нагрудный знак «Отличник полиции». В октябре вместе с напарником патрульный постовой спас из пожара четверых человек. Машина службы оказалась на месте происшествия первой. Горели два дома. Полицейские помогли выбраться из огня одному мужчине. Потом услышали крики соседей. Огонь к этому времени уже охватил фасад и перекрыл путь к центральной калитке. Перебравшись через забор, мы увидели мужчину поджилого. То есть он сидел на земле и встать сам не мог, сам передвигаться не мог. Мы с моим напарником Владиславом Дементьевым, его своими подручными силами вынесли на безопасное расстояние. Долг каждого, не только именно нас, как сотрудников полиции. Другие сотрудники также добросовестно исполняли обязанности и достигли высоких результатов. За службу в местах проведения контртеррористических операций получили знаки «Участник боевых действий» и знаки «За отличие в службе в особых условиях». Обеспечивает охрану правопорядка на улицах в общественных местах. Напрямую стоит на передовой борьбы с преступностью, с правонарушениями. Это является кузницей кадров для всех подразделений полиции, поскольку пройдя школу полицейского постовой службы, сотрудник легко ориентируется в складывающейся обстановке. В качестве подарка постовым дали ключи от четырех новых машин. Они заменят старые «Лады-Приоры». Уазики оборудованы сиренами и отсеком для транспортировки правонарушителей. Мобили необходимы всегда, патрульно-мостовой службы. Большая часть дорог, дворы, домов. Такие машины очень себя хорошо проявляют. Не проехать нигде практически. А эти повыше, помобильнее, так сказать, и проходимость хорошая. Всего в этом году батальоны ППС получили 10 новых автомобилей. После окончания торжественной церемонии сотрудники сразу заступили на службу. Марина Зирейна, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». В юже вандалы начали воровать новогодние украшения с главной городской елки. Остановить похитителя не удалось даже общественности. Инцидент случился на прошлой неделе. Женщина на глазах у гуляющих на площади горожан стала снимать с елки новогодние шары. Однако останавливать похитительницу никто не спешил. Момент кражи попал на видео. Вот эти кадры. Сейчас к делу подключились правоохранители. Устанавливают личности и опрашивают свидетелей. В местной администрации уверяют, что такой случай ожидаем. Весь последний год вандалы создают проблемы городу. Громят набережную, выкручивают уличные лампы, а теперь в открытую воруют новогодние украшения. В начале ноября «Барс» показал сюжет о Владимире Касаткине, который воспитывает семерых детей. Тогда отцу-одиночке требовалось помощь. Деньги, чтобы поехать вместе с дочерью-инвалидом на обследование в Москву. Наши зрители за короткий срок собрали средства. И вот опять Владимир обращается к неравнодушным людям. Владимир в одиночку воспитывает семерых детей. Обе супруги умерли. Отец сейчас в отпуске по уходу за младшей Миланой. Семья получает пособие 92 тысячи рублей. На жизнь хватает. Помогают благотворительные организации. Но сейчас 16-летний Юли, у которой порог сердца. Требуется операция в столичном центре Бакулева. Необходимые обследования пройдены. Отец вместе с дочерью ездил в Москву. Деньги на его пребывание в отдельной палате вместе с Юлей собрали наши зрители. А также учителя и родители школы, где учатся дети. От всей нашей семьи хочется выразить благодарность всем гражданам, кто принял участие в сборе денег на поездку моей дочери в Москву. Хочется сказать огромное вам спасибо. Операция Юли по квоте назначена на январь. Владимир вновь обращается за помощью к неравнодушным людям. По его словам, пребывание с дочерью – необходимость. Девушке потребуется круглосуточный уход. Между сердечком и легким образовался коренной мешочек. И этот мешочек, он растет. Моя доченька нуждается в срочной операции. Я должен на сне, я должен присутствовать при этой операции, находиться рядом, поддерживать ее, ухаживать за ней. Мы хотели бы обратиться к вам опять, кто сможет нам помочь в средстве денежек. Владимир отмечает, средств на его поездку, проживание, питание нет. Всем, кто хочет помочь семье, реквизиты вы видите на экране. Марина Зейна, Дарья Костиной, телекомпания «Барс». Утренний салют, приуроченный к юбилею Академии МЧС, разбудил в понедельник Ивановцев. Изначально его хотели запустить 15 сентября, однако из-за гибели министра МЧС перенесли. Сейчас даты образования Ивановского пожарно-технического училища считаются 15 сентября. В этот день подписали распоряжение Совета министров РСФСР об организации учебного заведения. 20 декабря был подписан приказ Министерства охраны общественного порядка СССР об организации на базе отряда военизированной пожарной охраны города Иваново пожарно-технического училища. В этом году Академия МЧС отмечает 55 лет. Основные торжественные мероприятия прошли в сентябре. Тогда же планировалось запустить фейерверк. Однако 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Поэтому салют отменили и решили запустить 20 декабря. Утреннее время для фейерверка выбрали не случайно. По нашей информации, в 8 утра в понедельник в УЗИ проходит торжественное построение на плацу. Собираются все преподаватели, курсанты, кадеты и студенты. Сегодняшнее построение, видимо, было последним перед новогодними праздниками. Отметим, что в Академии не нарушили утвержденный законом час тишины. Согласно ему, шуметь нельзя с 22 вечера до 7 утра. А салют запустили после 8 утра. Массовое десантирование военнослужащих 98-й дивизии «Прыжки» с парашютом совершили три сотни бойцов. Загрузка личного состава военно-транспортный самолет состоялась на аэродроме «Северный» в Иванове. В точку назначения гвардейцев доставил самолет Ил-76. После взлета воздушное судно отправилось в Костромскую область. Десантирование произвели над площадкой приземления Будихина. В момент отделения от борта скорость самолета составляла 360 км в час. Десантники покидали салон непрерывным потоком. Интервал выхода составил менее секунды. В противном случае при такой скорости воздушного судна парашютистов могло разбросать на огромной территории. Десантники спускались на землю на парашюте Д-10. Он имеет характерную форму патиссона. Такая конструкция препятствует схождению парашютистов в воздухе. Занятия прошли в штатном режиме. Прямо сейчас расскажем, какой прогноз дают синоптики на ближайшие сутки. В Иванове на улице 4-й деревенской 34 открылся магазин «Костромские продукты». В ассортименте колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Молочная и сырная продукция, масло и яйца. Кондитерские изделия и торты. Большой ассортимент продуктов от костромских производителей. И все по привлекательным ценам. Во вторник в нашем регионе ожидается облачная погода, снег. Температура воздуха днем минус 18, минус 20 градусов. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное и составит 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%. В середине недели синоптики обещают сильное похолодание. В вечернее время до минус 26 градусов. После выпуска новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео и фото сообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы в Инстаграм или через сайт Иванова Ньюс. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok